Доброе утро, друзья! Декарацией сегодня для нас являются шум волн и золотой песок. Напоминаю, для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. И вещаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. И, конечно же, мы рассказываем вам самые важные и актуальные новости. Вот одна из них происходит именно здесь, на наших глазах, в Черноморском районе. Здесь обновляются парки, строятся новые детские сады. Детские садики и проводится, конечно же, газ. Ну а более подробно об этом расскажут наши корреспонденты. Ремонты каждый месяц до 6 тысяч уходят. К таким затратам житель села Красноярское Сергей Копылов уже привык. Когда видит строительство в родных краях, искренне радуется. Сейчас преображается улица Молодежная. Равняют. Скоро должны уже сделать нам новую дорогу. А вот центральную улицу Гагаринскую уже успели оценить водители. Теперь ездить и ходить тут не только дешевле, но и безопаснее. Установлены пешеходные переходы, зебра, лежачие полицейские, что позволяет ученикам пройти беспрепятственно. Преобразилась и местная школа. Цена вопроса 20 миллионов рублей. Фасад обновили, окна заменили, спортивный актовый зал тоже новые. Не оставили без внимания и кабинеты. У нас новая доска. Она магнитная, поэтому очень удобно использовать на уроках. Мы видим, у нас новый линолеум, мебель новая, проекторная доска, методическая наглядность. Кроме того, в этом сельском поселении была проблема с водоснабжением. Трубы обветшали. Часть домов была лишена элементарных человеческих благ. Было выделено 6,5 миллионов рублей на водоотведение. Вопрос по водоснабжению в Ленинском тоже в сельском поселении решен. И жители теперь могут пользоваться. Перемен ждут и соседние села. Чтобы были дороги, чтобы были детские сады, школы обустроенные, дома культуры. Именно то, что обращено непосредственно к человеку. А это уже село далекое. Тут также обновили школу. Даже рядом установили спортивную площадку. Летом здесь часто собираются дети. Ты нас раз. Смотри, как и могу. Ну, покажи. А старшее поколение радо освещению центральной улицы. Особенно этого долго ждала местный почтальон Лиля Басырова. Боялась развозить пенсию в вечернее время, когда рано темнело. Раньше я сходила, или дочку брала, или фонарик. И все время на телефоне висела там, встречайте меня. Обновления случились и в селе Кировской. Там заканчивается ремонт школы. Идет замена крыши и обновление фасада. Но самое долгожданное – открытие нового детского сада. Современные качели, горки и детские площадки. Такого в селе Кировской ранее не было. Модульный детский сад уже находится на завершающей стадии строительства. Он будет рассчитан на 100 человек. И уже вскоре маленькие дети смогут бегать по вот такому вот изумрудному газону. Уже завершена и внутренняя отделка. Сейчас активно занимается установкой видеокамер и сантехники. Из республиканского бюджета было выделено более 50 миллионов рублей на дошкольное учреждение. Это сборка мебели, расстановка оснащения, пусконаладочные работы по электрике. Обновление детских садов и школ в регионе продолжится. Это будет первостепенной задачей для местных властей. Но в этом направлении уже удалось добиться значительных результатов. Черноморский район – это практически единственный регион, в котором отсутствует очередность детские сады. Но детские сады надо модернизировать, надо строить. Конечно же, это и водопроводные сети. Увеличение рабочих мест и обновление объектов местной инфраструктуры – первостепенные задачи для улучшения жизни на селе. В селах должны иметь все те очертания, которые сегодня имеет город. Чтобы люди имели хорошую работу, чтобы садики были благоустроены, чтобы места общего пользования были обустроены и соответствовали современным требованиям. А во многих селах уже сегодня у нас есть не просто площади, не просто парки, но и фонтаны. В ближайшем будущем Черноморский район ждет инвестиций в туризм и сельское хозяйство. Это создаст новые рабочие места и увеличит доходы региона. Александр Федорчак, Дмитрий Попов, Андрей Тричук, Андрей Заричный. Новости 24, Черноморский район. Им повезло. Они сменили душные спортзалы на побережье Черного моря. Более 50 спортсменов со всей России прибыли сюда на фестиваль «Экстрим Крым», чтобы принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу. Чем же отличается пляжный волейбол от классического и от других баталиях, которые происходят на песочном поле, расскажет наш корреспондент Стефан Филатов. Вместе с первыми играми на волейбольной площадке фестиваля «Экстрим Крым» началось принципиальное противостояние. За считанные минуты команды успевают вырваться вперед, а после уступить оппоненту. По ряду причин финальный счет матча предопределить невозможно, уверяют спортсмены. Размеры площадки для пляжного волейбола на 2 метра меньше, чем в классическом – 16 на 8. Ну а самое главное отличие в том, что в команде по два человека. Соответственно, отстояться, отдышаться за спиной напарника не получится. Спортсмены работают на всю и, соответственно, цена у победы другая. Для того, чтобы победить в пляжном волейболе, не обязательно быть высоким. Тактика игры здесь совершенно другая. Уровень игрока определяет только его мастерство, физическая подготовка и слаженность действий членов команды. Мы должны с полузгляда, с полуслова давать понимать, что мы хотим показать нашими действиями. Владение, естественно, мячом и дать сопернику сказать, что мы можем выиграть. Благодаря этому мы выиграли игру со счетом 2-0. В соревнованиях приняло участие 11 мужских и 8 женских команд. Несмотря на то, что призовой фонд составил 10 тысяч рублей, спортсмены стремились стать лучшими по другим причинам. Я, в том числе, как и большинство ребят пляжников, приехал сюда не за призовыми фондами, а показать свои силы и за здравым соперничеством. Среди участников есть и те, кто занимаются по 15 лет классическим волейболом. Однако на песок вышли впервые. После трудного и показательного игрового дня некоторые из них задумались о том, чтобы поменять квалификацию. Стали традиционные соревнования на экстрим-Крыме, пляжный волейбол. И с каждым годом все больше и больше людей сюда приезжает. И уровень, соответственно, тоже растет из данных соревнований. Спортсмены показали себя с очень хорошей стороны, как, в принципе, ожидал я. Кроме крымчан в соревнованиях приняли участие гости из Анапы, Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам серии напряженных игр лучшие результаты как в женском, так и в мужском пляжном волейболе показали команды из Крыма. Стефан Филатов, Иван Ковалев, Новости 24, Черноморский район. Все-таки, Саля, ты, думаю, согласишься, странное место – это Оленевка. С одной стороны припекает солнышко, а с другой стороны просто свинцовые тучи висят. И не знаешь, чего ждать. Да, что же будет в итоге, но я думаю, что все будет хорошо, потому что солнце уже выглянуло, оно нам улыбается. Уже чувствуется жара, при этом дует легкий ветерок. В общем, идеально комфортная погода. Да, ну а подробнее об этой погоде я предлагаю узнать, обратившись к нашему следующему сюжету. Погода прямо сейчас. Погода прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, тут стоит отметить, что синоптики предупреждают. Сегодня ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду. Но, тем не менее, температура воды в Черном море по-прежнему останется довольно приятной. В Феодосии 24, в Валужке 24, в Ялте 25, в Севастополе 23, а в районе Евпатории 22 градуса тепла. Зато в Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Там ожидается кратковременный дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем составит 28 градусов со знаком «плюс». А вот в Севастополе ожидаются дожди и даже гроза. Температура воздуха поднимется до 26 градусов по Цельсию. В Ялте облачно с прояснениями. Там также ожидаются кратковременные дожди, временами сильные ливни, грозы, крупный град. Поэтому берите с собой зонтики, ну и то, чем можно прикрыться от града. Сегодня днем ожидается до 29 градусов. Я хотел добавить про Керчь, которую мы, в общем-то, тоже очень любим этот прекрасный город-герой. В Керчи тоже ожидается гроза, дождь и, в общем-то, температура будет до 27 градусов тепла. Поэтому тоже будьте внимательны, выходя на улицу, берите с собой все необходимые принадлежности. Дождь, дождевики, я имею в виду, и зонты. Ну, на самом деле, Саша, такая погода, она, наоборот, очень благоприятная. Она обновляет, мне кажется, природу, она освежает. И, ты знаешь, очень радуются этому виндсерферы, потому что они, наоборот, только ждут сильного ветра, чтобы выйти в море, там полетать, покататься. То есть для них это идеально. Они сейчас только радуются, слыша нас и слыша этот прогноз. Но я предлагаю обратиться к сюжету Алисы Тарьян, которая расскажет, чему еще рады эти спортсмены и как они вообще живут. Волны, парус и свобода – основные компоненты по-настоящему летнего развлечения. В 60-х годах серфингисты решили, что если переделать к доске парус, то это поможет сэкономить силы и увеличить скорость движения. Устройство стало аналогом маленького парусного судна, но со своими нюансами. Ты встаешь на доску, ноги у тебя равноудалены от шарнира, берешься за вот эту веревку, садишься и начинаешь тянуть парус на себя и потихонечку вместе с ним встаешь. При наличии ветра виндсерферы буквально скользят по воде и шторм не помеха. Профессионалы могут покорять волны до трех метров и совершают, казалось бы, невозможные трюки, в том числе и мертвую петлю. Соль разъедает глаза, при этом нужно устоять на серфе, словить ветер и стараться не цепляться за парус, как за спасительную тросинку. Немного сложно, но весело. Мистер Ханкут – лучшее место в Крыму для обучения этому виду спорта. Здесь своя уникальная роза ветров и практически всегда дует ветер. Перед волнами самого западного побережья не устоял и чемпион мира по виндсерфингу. Это одиночный вид спорта, потому что ты выходишь на воду сам со своей доской, ты должен с ней договориться, с парусом. И ты опять же общаешься с этой стихией, иногда это очень жесткие условия. Тут же покорить морскую стихию пытается и ученик четвертого класса. Лев занимается виндсерфингом всего неделю, но уже научился справляться с ветром. Это для меня кайф. Я хотел этим заняться давным-давно, но нигде не мог найти это. Детей одевают в маленькие гидрокостюмы и учат стоять на воде. Для этого вида спорта даже не нужно уметь плавать. Парус и доска сделаны из нетонущего материала. Все создается в России, нигде, ни в Китаях, ничего. Мы все создаем, все шьем, все нарезаем. Пытаемся создавать свою пленку, все материалы. На это уходит очень много сил и времени. Времени годами на это уходит, на каждый маленький-маленький шаг. Для каждого стиля катания используют свое оборудование. Чем сильнее ветер, тем меньше должен быть парус. Профессиональные спортсмены разгоняют доску до 100 км в час. Виндсерфинг с собой забирает. Я если ухожу на воду, больше меня никто не может ни позвать, ни позвонить мне. Ничего со мной сделать. Все, я сам себе предназначен. Это моя жизнь, я ее управляю. Для туристов, которые всерьез решили заняться парусным спортом, сезон начинается в апреле. Комфортная температура и гидрокостюм помогают не замерзнуть. Еще хорошо кататься в августе. Море еще не успело остыть, а туристов на берегу уже гораздо меньше, чем в июле. Если что-то пошло не так и устоять на виндсерфе так и не получилось, все равно остается море и солнце. Алиса Трояна, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Саша, ну вот знаешь, у нас уже за это время было очень много тренеров по BMX, трейксу, кайтсерфу и так далее. Сейчас пришло время узнать теперь о кроссфите. Я это слово, разумеется, слышал, но никогда не знал, что оно означает и в чем суть этого спортивной дисциплины. Что же это такое? Я слышала очень удаленно и знаю совершенно малой информации, поэтому сейчас я с удовольствием отправлюсь к нашей гости и у нее выясню все подробности, что касается этого вида спорта. Я признаюсь тоже, очень много слышал про кроссфит и слышал, надо сказать, разное. Но тем не менее, иногда, когда бываю на стадионе Фиолент у нас в Симферополе, то вижу целые группки, стайки ребят, которые активно прыгают, занимаются там чем-то. И я, конечно, тоже с удовольствием послушаю рассказ нашей гости, что же такое кроссфит. Удивительно, но каждый год, кажется, появляется все больше новых спортивных направлений. Среди таких и кроссфит, который к нам пришел издалека. И сегодня мы узнаем о нем, насколько он прижился в России, а более подробно об этом нам расскажет Марина Горбунова, тренер по кроссфиту. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, так скажем. Да, мы приехали сюда непосредственно со своим фитнес-интенсивом летним на базе «Экстрим Крыма», где хотим показать людям, что сейчас большая возможность у нас развиваться в спорте. Заниматься спортом. Заниматься спортом, активно отдыхать. И ни в коем случае, то есть нет таких ограничений для кроссфита в плане возрастной категории, физического состояния, понятное дело, без травм. Очень много людей, бывших спортсменов занимаются этим самым. То есть здесь прекрасно есть возможность, замечательная площадка, куча мест, где действительно можно разместить оборудование и заниматься в полной мере. Тем более море, пляж, солнце, люди. Это замечательно. Это очень круто. Ну давайте разберемся с вами в нюансах кроссфита, потому что, мне кажется, вот фитнес, он сейчас развивается в разных направлениях, да? У него такие появляются новые какие-то ручейки. Течения, да. Течения, да, они расширяются где-то, что-то. Вот среди таких и кроссфит. Вот чем он отличается от обычного фитнеса? Что он дает? Я вам скажу так, что кроссфит, когда я для себя его открыла, ну, естественно, много источников, да, информации. Но мы понимаем одно, что там связано как и силовой тренинг, так и развивает у нас силу, да, выносливость, очень много направлений в плане здоровья. Ну так можно сказать о любом виде спорта. Вот именно что здесь, ну, как для меня, собраны все виды спорта, да, в какой-то степени. Та же планка, те же силовые, скорость, все здесь. То есть это не просто качалка, где надо брать штангу и тут... Вот именно что, да, это не то, что. Нет ограничений, еще раз повторяю, что есть много спортсменов, которые уходили с большого спорта по определенным причинам, да, допустим, там, травма, колено, не могут заниматься. В принципе, кроссфит, если без большого веса, он способствует восстановлению и дальше работе. То есть человек может поддерживать себя в форме. Занятия это будут различные, абсолютно. То есть из фитнеса, из силового тренинга, да, тренажерного зала. Это может быть что-то из легкой атлетики, тяжелой атлетики, то есть здоровые суставы. Это очень круто. Ну, вот я правильно понимаю, да, что это как бы круговая тренировка. Она заключается в том, что вы постоянно практикуете разные упражнения. Все верно. Кардио, силовые. Вы их просто чередуете. Есть, да, определенные моменты, когда ты ставишь программу. Да, это круговая тренировочка по ограничению по времени, все зависит от вашей подготовки. И дальше у вас идет отдых максимум 1 минута, минута 20. Когда это без весов. Ну, к сожалению или к счастью, пока что на нашем полуострове, да, так скажем, нет таких баз, на которых можно было бы заниматься полноценно. Что вы имеете в виду? Мне кажется, для этого не так много надо. Ну, не много надо, да, но тренеров сертифицированных очень и очень мало, потому что это дает уже на общество, да, кроссфитовское. Можно назвать себя кроссфитером, но при этом ты будешь просто функциональным тренингом заниматься. И на этом все. Развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Все, вот здесь прекрасная площадка, потому что можно действительно привлечь большинство людей, которые даже не знают, что это такое. Но удалось это сделать? Вы знаете, первый день мы еще сами не понимали, что мы будем делать, потому что большое количество людей, все хотят узнать, что, где, когда. На второй, да, уже стали интересоваться и было очень приятно, что от мала до велика. То есть прям малышки спрашивали, а что, а где, а как. То есть это было здорово. И вот завтра у нас еще будут проходить соревнования уже практически заключительные. Я хочу рассказать об этом подробнее. Да, на базе, то есть наш летний интенсив, который мы проводим, то есть наши ребята будут проходить круги ада, как они это называют для них. Будут проходить, да, будут достойные призы. Они будут бороться себя, то есть мы подготовили их несколько дней для того, чтобы немножко здоровья позволяло. Это уже несколько дней, то есть это, можно сказать, новички, которые с нуля пришли и начали заниматься. Кто-то новичок. Ну, естественно, мы подбираем программу для тех людей, которые могут в силукость. Это не будет усложненная программа ни для спортсменов, ни для тренеров. Это программа для людей, которые приехали сюда не только отдохнуть, кальпануть, так скажем, в здоровом образе жизни, да, а те, которые еще хотят немножко побороться, наверное, самим собой, пожалуй, да. Хорошо. Марина, вот если бы я к вам пришла, что бы вы мне сказали в первую очередь делать? Какие упражнения? Можно их как-то так показать примерно хотя бы? Ну, во-первых, я посмотрела, что вы умеете поприсеть, да, любому мы с вами, да. Понятно, что я бы посмотрела на базовые упражнения, если да, то есть это был бы присед, причем легкие, то есть это не было с бодибаром, мы бы начали с вами на количество повторений. Что такое бодибар, так? Давайте разъяснять все. Да, это мини-штанга, которая весит, то есть там весовая категория, там 5, 7, 8 килограмм, то есть для девушек это более чем достаточно, вертикальная нагрузка. Это был бы из тяжелой атлетики кластеры, наверное, закидывание штанги сюда, на плечи, да, с прыжком. Это были бы отжимания, ну, как с бёрпи. Все просто. Все просто. Ну, да, и, пожалуй, мы бы посмотрели на планочку, это был бы четвертый. Планка – это обязательный элемент? Ну, хотелось бы, для новичков я считаю, что да. Вот, потом мы минутку отдохнули, и еще три круга бы прошли таких, то есть по 30 секунд как минимум. Почему вы говорите, что между упражнениями должна быть маленькая пауза? Нет, между упражнением нет, между подходами. То есть четыре упражнения мы складываем в один блок, а после этого блока мы уже отдыхаем. То есть оно подряд, круговое, все, без отдыха. Марина, ну, правильно ли говорить, что это пока что новый вид спорта, для нас не очень известный? Для нас – да, в мире – нет. В мире, а как давно он в мире уже известен? Как давно там практикует? Ну, если брать за границу, порядка, я думаю, что лет 20-ти точно. Очень, ну, идет, да, по крайней мере, зарождение, после тяжелой атлетики, это все. Поэтому очень сложно получить сертификацию именно у нас здесь, потому что, к сожалению, нам не выдают. А почему, в чем проблема? Это как-то санкции влияют или что? Санкции – это уже в том числе. А как санкции влияют? Потому что это Америка. Ну, в смысле, наши тренеры не могут выезжать за границу? Они вы, да, значит, надо выехать, надо отучиться, надо получить визу. Пока что это сложно. Пока что, опять же. Да, ну, можно онлайн пройти, ты будешь инструктором, да, безусловно. Но дальше есть определенные градации, да, по которым ты должен пройти выше. У нас в России, по-моему, если есть пара тренеров, то хорошо. Как-то так. Ну, а вы по какому пути шли? То есть как вы об этом узнали? Почему вы решили все-таки выбрать кроссфит, учитывая, что здесь он не популярен, учитывая, что здесь невозможно пройти квалификацию, вот эти все ступеньки, да, которые нужны хорошему тренеру? Ну, мы к этому идем, как бы, скажу так, что я всегда развивалась, я развиваюсь и буду развиваться. То есть когда я увидела для себя, что мне становится не то, что мне скучно и неинтересно, нет, мне мало. Я стала искать для себя новое направление, где я могу совместить и силовую, да, и выносливость как-то, то есть не только кардио делать. И тогда мне попалось, да, почему бы и нет, я стала больше углубляться, изучать, и вполне все хорошо, все получается. Поэтому очень интересные есть моменты. Поэтому внедряемся, изучаем и дальше развиваемся. Ну, вы чемпион Крыма. Да, чемпион Крыма по категории фитнес-бикини. Да. То есть как долго вы к этому шли? Ой. Вообще быстро можно привести свое тело к такому идеальному состоянию, как на картинках? Если есть сила воли, если можете себе отказать хотя бы немножко в сладком и действительно держать питание, первоначальные старты будут легкими. Ну, как легкими. Морально тяжело, физически легче. Чем дальше ты идешь, тем больше затрачиваешь силы, потому что тело наше благодарное только тогда, когда ты в него вкладываешь. Это сон, это питание, это регулярные тренировки. Ближайшие ваши крупнейшие соревнования, что ожидается в будущем? Вы имеете в виду по крас-фету или мои личные? И ваши личные. По крас-фету у нас здесь ближайшие грандиозные, потому что мы очень много вкладываем в своих людей. Мои личные пока под секретом. Что делать? Секрет пока. А почему? Ну, будем выбирать категорию, тогда все будет известно. Но это будут соревнования какие-то, да? Я думаю, что да. Хорошо. К чемпионату мира готовитесь? Наверное. Домикните хоть немножко. Ну, да. Хотелось бы на более высокий уровень выходить, поэтому будем смотреть. Будем за вас болеть, будем за вас переживать. Очень хочется, чтобы вы, конечно же, привозили нам сюда первые места. Золото. Побольше золота в Крым. Да. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях Марина Горбунова, тренер по крас-фету. А сейчас предлагаем вам посмотреть новости интернета, а я отправлюсь к Саше. Когда игра в прятки зашла слишком далеко. Юный беглец в попытках скрыться от полиции выбрал самое неприспособленное для этого укрытие. Оказавшись в безвыходной ситуации, подросток решил скрыться в мусорном баке. В общей сложности хитрецу пришлось провести там 30 минут. И это под жарким летним солнцем. Что заставило героя видео скрываться от правоохранительных органов, неизвестно. В любом случае, уловка увенчалась успехом. Хотя в такой ситуации, возможно, было бы проще издаться. Собака – лучший друг человека. Это известный факт. Но герой следующего видео завел в себе не просто приятеля, а настоящего мохнатого спарринг-партнера. Пес с огромным удовольствием играет в мяч с хозяином. И, кажется, совершенно не хочет ему уступать. В итоге накаленная схватка заканчивается неминуемым первенством четырехлапого. Впрочем, с другой стороны, в таких отношениях победить может только дружба. Порой, правда, глаза колет. Водитель дорогой иномарки попытался объехать пробку по обочине. Такие действия не понравились автомобилистам, застрявшим на дороге. Мужчина с ребенком на руках решил помешать нарушителю. После недолгих переговоров обиженный автолюбитель надавил на газ, буквально наехав на возмущенного отца. К счастью, никто не пострадал. Разумеется, подвергать ребенка опасности ни в коем случае нельзя. Но все же поведение водителя является недопустимым в разумном обществе. Признать собственную неправоту благородно, но, увы, под силу далеко не каждому. Пролететь зайцем. В Нигерии мужчина влез на крыло самолета с целью долететь в нем в Ганну. Пассажиры, находящиеся на борту, тут же пришли в панику. Все дело в том, что горе лазурчик вскарабкивался наверх совсем недалеко от турбины реактивного двигателя. По приезду полиции путешественника задержали. На данный момент ведется проверка служб безопасности аэропорта. Житель Великобритании заснял стыковку корабля «Союз» и МКС на своем заднем дворе. Мужчина увлекается астрономией и создает собственные телескопы. Все, что ему пришлось делать, это подгадать, когда космическая станция окажется прямиком над Туманным Альбионом. Дальше в дело пошли современные технологии. На самом деле на кадрах видна не сама стыковка, а сближение двух космических суден. И все же удивительно, до чего дошел прогресс. Аттракцион несовыканной щедрости. Клиентки одного из розничных магазинов устроили настоящую драку за акционной сковородке. Скидочный товар разлетелся, как горячие пирожки, только тележка показалась в дверях складского помещения. Возбужденные покупатели старались выхватить сразу по несколько штук, распихивая ближайших конкуренток. Это объясняет, почему продукты с пониженной ценой никогда не залеживаются на полках. Трогательное видео. На вечеринке в честь будущего рождения малыша дочь решила сделать отцу необычный сюрприз. Девушка подарила родителю торт, на котором было указано его собственное имя. Эмоции мужчины просто не могут оставить равнодушным. Еще один Крымский мост появится в Керчи, правда в Комсомольском парке и в виде небольшой, относительно небольшой инсталляции. Да, но стоит отметить, что зато на этом мосту можно будет сфотографироваться, по нему можно будет прогуляться, пройтись. Его длина составит 69 метров, это немало. Он будет почти точной копией оригинала. Там, правда, не будет железнодорожных арок, а будет именно пешеходная, автомобильная зона. И под ними можно будет пройтись, загадать желание. Появится уже такой объект в декабре этого года, поэтому очень скоро в парке можно будет увидеть мост. И сфотографироваться. Да, фотозона эта будет. А вообще стоит отметить, что сам парк будет преображаться, там к тому времени появится еще и фонтан в центре, и будут новые скамеечки, новые урны. В общем, Керчанам очень повезло в этом плане. Да и вообще нужно отметить, не только Керчь, но и все другие города у нас преображаются. Что говорить, Симферополь, Севастополь. Кстати говоря о Симферополе, тебе не интересно, что происходит сейчас там? Ведь на самом деле нас разделяет 167 километров. Ого, немало, да. Да, мне очень интересно, что происходит в Симферополе, потому что мы здесь уже находимся 4 дня. И, конечно же, что же там, я могу узнать только благодаря нашим корреспондентам Артему Андроновскому. Артем, доброе утро. Доброе утро. Да, Саша, Саля, доброе утро. Как там у вас настроение, как погода? Потому что Симферополь, ну прямо, готовится к дождю. Но об этом чуть-чуть позже. Прямо сейчас, позвольте вам продемонстрировать, я нахожусь недалеко от бульвара Франко. К слову, здесь я не специально, а просто лишь по дороге, потому что хочу вам хочется продемонстрировать. Но все же, хочу предупредить всех автомобилистов Симферополя, что сейчас на бульваре Франко ведутся строительные работы. А значит, что вот видите, автомобили по чуть-чуть уже проезжают. А значит, что движение там теперь не одна полоса в одну сторону, а другая в другую, а переменно. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, внимательны. А главное, что уступайте местной дороге по правилам. Ну что же, мы сейчас идем к одному месту. Некоторые, возможно, уже догадались, куда я собираюсь прийти. А я пока расскажу вам про погоду. Во-первых, хочу обратить внимание, что пешеходная зона тоже выглядит достаточно интересно. Нуждается однозначно в капитальном ремонте. Так что, надеюсь, как закончится бульвара Франко, приступят к, собственно говоря, этой территории. Но, а пока поговорим про погоду. В Симферополе, как вы видите по моей распушившейся прическе, совершенно высокая влажность. Это 70%. Неудивительно, потому что небо затянуто. Хоть солнечные лучи и пробиваются сквозь тучи, но все равно в скором времени, полагаю, будет дождь. Да и полагаю не только я, собственно, еще и метеорологи. Потому что они обещают приблизительно 40-50% вероятность того, что в скором времени выпадут осадки. Но дождь это не страшно, особенно в такое жаркое лето. И, в принципе, земля тоже нуждается во влаге. Интересно, правда, идет ли дождь у вас, потому что все-таки море, вот, признаюсь честно, у меня с дождем никак не ассоциируется. Но вот мы, собственно, и подошли к тому месту, возле которого полгода назад я выходил в прямой эфир и рассказывал про те самые огромные ямы, которые подобны лунным кратерам. Мне, просто признаюсь, крайне любопытно узнать, изменилась ли ситуация за 6 месяцев, которые прошли с момента моего дебютного самостоятельного вещания в прямом эфире. Сегодня утром буквально ехал и вспомнил о том, с чего вообще все начиналось. И решил прийти к этому месту. Ну, что ж, друзья, к моему большому сожалению и огорчению, хочу сказать, что ямы не только остались. Вот прошу, автомобиль пытается объехать очередную из них, а еще и увеличились в объеме в большом, в несколько раз. Когда раньше я мог провалиться туда по щиколотку, теперь, боюсь, если вы видите этот зазор, то провалиться можно по самую ключицу и уйти вниз. Собственно, три больших кратера. Вот они, вот автомобиль снова попытается объехать. И определенное количество кратеров поменьше, что, хочу сказать вам, совсем неудобно и уж точно небезопасно. Ну что, я обратил ваше внимание на эту проблему во второй раз. И в этот раз, надеюсь, все будет исправлено. Потому что неважно, насколько дорога популярна, насколько плотная и трафик, она должна быть ровной. Потому что дорога, это, в принципе, то, почему нужно двигаться безопасно, комфортно. А главное, не повреждая автомобиль и не угрожая здоровью и благополучию окружающих, уж тем более пешеходов, объезжая эти ямы. Ну что же, пока что с вами прощаюсь. Совсем скоро мы с вами увидимся. Так что, коллеги, передаю вам слово. А я тем временем постараюсь добраться до следующего пункта и рассказать вам кое-что интересное. Ну и главное, что невероятно актуальное. Осветим несколько позиций одного интересного вопроса. Саша, ну вот я хотела сказать, что пока один город-герой Керчь ожидает моста, другой город-герой ожидает большого праздника, который пройдет уже в это воскресенье, 28 июля. Будем отмечать день, день военно-морского флота. И ожидается, что 40 самолетов и вертолетов Черноморского флота покажут супер-шоу. Среди участников будут истребители, штурмовики, противолодочные самолеты-амфибии и много еще других самолетов, названия которых я не очень понимаю. Пилоты примут участие в 12 эпизодах праздника и покажут все свое мастерство. Там будет и высадка десанта, и спасение с утопающего корабля, и групповые прыжки с парашютов, с флагами и дымами. В общем, скучно не будет. Это мероприятие, конечно, нужно будет посетить всем крымчанам, потому что, во-первых, Севастополь это наша гордость, во-вторых, это действительно красочное, яркое шоу, которое действительно стоит внимания. Ой, как правило, так много людей приезжает на именно этот праздник, и я знаю, что сложно пробиться к центру и что-то увидеть, но самое главное, ведь все действия будут проходить в небе, а значит, где-то занимать местечко не надо, потому что будет видно со всех уголков Севастополя, я думаю. И я еще раз напомню, что этот праздник пройдет 28 июля, а вообще он отмечается каждое воскресенье этого месяца, и также ожидается парад кораблей, поэтому будет очень интересно. Ну что я могу сказать? Это была такая своеобразная афиша, и, собственно говоря, мы подводимся к тому, куда можно сходить в Крыму. Но прежде чем вы куда-то пойдете, задумайтесь, удобно ли будет вам сидеть, так как удобно нам. А мы благодарим наших партнеров, компанию Павила, которая предоставила нам вот такую удобную, комфортную мебель. И куда же все-таки сходить? Давайте узнаем. На новой сцене русского драматического театра имени Горького постановка «Рублевка-38БИС». События разворачиваются в роскошном особняке в одном из самых элитных районов Москвы. В центре сюжета – жуликоватый банкир Марлен Барабаш. Попавший в сложную жизненную ситуацию, мужчина убежден, что все исправить ему поможет отец. Но захочет ли старик помогать своему нерадивому сыну? Начало в 19.00. В этот день под сводами «Мраморная пещера» в легендарном зале «Жемчужных озер» состоится концерт в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. В программе лучшие композиции знаменитых рок-групп, среди которых «Битлз», «Нирвана» и «Металлика». Начало в 19.00. При себе иметь теплую одежду и обувь. В кукольном театре – ироническая постановка по мотивам рассказа Артура Конан Дойла «Собака-баскервилей». На одной сцене соберутся и артисты в образе героев-детектива, и куклы тех же персонажей. По словам главного режиссера пьесы, такая подача позволит зрителям с другой стороны взглянуть на происходящее. Начало в 18.30. В кинотеатрах покажут римейк диснеевского мультфильма «Король лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшем в 1994 году. Герои, знакомые с детства, снова живут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать сами. Также на экранах французская комедия «Красавчик со стажем». В центре сюжета искуситель женских сердец, живущий исключительно за счет обеспеченных зрелых дам. Мачо мужчина мечты, и пусть с возрастом немного растерял свое обаяние, отказываться от роскошной жизни не собирается. В тот момент, когда очередная подружка выгоняет его из спальни, променяв на молодого парня, Дон Жуан начинает строить новый план по обольщению. Саша, ты представляешь, в Никитском ботаническом саду разгораются нешуточные страсти, пока мы здесь с тобой находимся. Что же там случилось? В общем, там хотят Ленина заменить на Флору. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, я понимаю. На главном партере парка, собственно говоря, была установлена статуя Флора, не так давно, в 2008 году, если не ошибаюсь. А до этого стоял дедушка Ленин. Ну, я знаю, что очень многие к этой ситуации относятся двояко, и двояко относятся к вождю мирового пролетариата. Но, с другой стороны, тут надо отметить тот факт, что сам по себе бюст Ленина является собой просто блестящий шедевр советского искусства, так называемого соцреализма. Это монументальный бюст из цельного куска белоснежного мрамора. Я хочу сказать, что его художественная ценность... Ну, могу я давать оценочное суждение? Ну, воздержись, постарайся так как-то... Ну, в общем, статуя просто замечательная. Это действительно произведение искусства, и поэтому я считаю, что не все так плохо. По крайней мере, неоднозначно. Саша, ну, ты, конечно, подлил, если честно, масло в огонь, потому что эти споры не утекают со времен Второй мировой войны. Напомню, что изначально стоял бюст Вячеслава Молотова, потому что он поддерживал это учреждение. Потом, в 1957 году, его сменил бюст Ленина, а в 2012 году бюст древнеримской богини. И вот сейчас опять, кто же будет там стоять, пока что загадка. Но я знаю, что арбитражный суд все-таки на стороне вождя мирового пролетариата. Да, действительно, статуи – это такая сложная тема. Я вот, например, каждый раз, когда выхожу ранним утром на этот пляж, вижу, как люди, которые собираются здесь, принимают очень странные позы, которые напоминают статуи. Да, это, конечно же, непросто они делают. Они выполняют упражнения йоги. И о ней как раз-таки пойдет речь в нашем следующем сюжете. Йога – это древнее индийское искусство, которое позволяет практикующему обрести гармонию со своим внутренним «я» путем осмысления всего мира. Каждое утро на фестивале «Экстрим Крым» начинается с духовной практики. Несмотря на то, что сейчас солнце, погода может поменяться в любую минуту. Интересно, как дождь может сказаться на занятии? Гром, молнии и шквалистый ливень начались, едва собравшиеся успели начать тренировку. Многие думали, что занятие придется отменить, но уже через считанные минуты они забыли о дожде. После разминки внимание сосредоточилось на отработке асан – замысловатых поз индийского учения. Технику размеренного глубокого дыхания и элементы гимнастической йоги Алина осваивает уже 6 лет. На Черноморское побережье девушка приехала недавно. Признается, не ожидала, что попадет на групповые занятия по йоге. И тем более, что будет тренироваться буквально под проливным дождем. Сегодня такой классный экстрим, то есть ты сразу чувствуешь, эта энергетика на тебя идет, вот, прям ощущаешь. Для меня это круче, то есть ты преодолеваешь себя, вот, то есть сразу все эмоции, все органы чувств включаются. Йога – это комплексная практика. Она развивает людей всесторонне. В современном мире такие тренировки популярны даже как метод подавления стресса. Судя по тому, как прошло занятие, учение, которому уже более 5000 лет, действительно влияет на людей умиротворяюще. Первый раз в моей жизни, в моей практике такие условия. Вы сами можете увидеть, что все заливает, все мокро, зато не жарко. Необычные условия тренировки настолько понравились ученикам фестиваля, что по их просьбе инструктор решил продлить время занятия и показать ученикам еще больше асан. Единственное, что не удалось отработать, это упражнение в сидячем положении. Слишком мокро на площадке. Стефан Филатов, Иван Ковалев. Утро нового дня. За последние несколько дней, за время фестиваля, я выучил очень много разных слов. И не подумай, что бранных. Так, а ну-ка, давай, какие? Ну вот, в частности, воркаут, например. Воркаут, да, есть такое. Кай-серфинг. Правильно. Просто серфинг. Правильно. Простой советский серфинг. Молодец. Да, но я до сих пор не во всех разобрался в их семантике, но я бы хочу, наверное, сходить к гостю, который мне расскажет, что же такое воркаут. Давай, Саша. А я за эти дни узнала такие слова, как ТРХ, БМХ и тоже кайт-серфинг, ну и вот кроссфит, как оказалось, тоже не знала этого понятия. Ну, а вообще хочется сказать, что в эти дни проходили чемпионаты по паркуру и воркауту. Это все можно было увидеть и увидеть. Просто невероятные возможности и способности. Ребята, все они очень талантливые. Я даже никогда не думала, что эти виды спорта могут быть настолько зрелищными. Ну, а в гостях нашей студии Рустам Хайрулин, который приехал из города Нижний Тагил и сегодня нам расскажет о том, что же такое воркаут и как с этим жить. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте, Александр. Как началось ваше утро нового дня? Традиционный вопрос. С зарядки, активно. И насколько часто вы делаете зарядку? Я делаю ее регулярно. Каждое утро встаю в 6 утра, иду, делаю зарядку. Так как я приехал сюда с командой, мы делаем обязательно с командой здесь. То есть вместе, группой, разминаемся, делаем зарядочку, чтобы полностью вдохновиться на целый день и было больше сил и энергии. Вы приехали издалека, Нижний Тагил. Сколько вы сюда ехали? Мы сюда ехали около трех дней. Это два дня на поезде и почти сутки еще автобусами добирались до сюда. У вас большая команда? Ну да, команда большая, но приехала у нас всего лишь часть. Нас 8 человек приехало сюда, чтобы увидеть Экстрим Крым фестиваль и поучаствовать, принять участие. И также поделиться опытом и рассказать другим людям, чем мы занимаемся и для чего мы это делаем. Вот мы сейчас как раз с моей коллегой обсуждали много разных слов, которые узнали здесь на фестивале. Вот в частности, воркаут. Что это такое? Воркаут, на самом деле, это вообще, если убирать период, это, конечно, тренировка, в первую очередь. Тренировка, то есть доступных условий. Это турники, брусья, полы, любая поверхность. То есть нету ограничений, где угодно и когда угодно. Ребята выполняют обычные базовые упражнения, то есть в физической подготовке, а также различные уже силовые элементы, которые взяты из разных других дисциплин и также здесь, в этой самой дисциплине зародились. Это такой, скажем, уже ближе к профессиональному спорту, но любительский спорт пока еще направление. Ну вот обычные элементы, я так полагаю, это подтягивание, отжимание, да? Да. А вот какие-то элементы, которые осудлены для воркаута, это что? Это часть элементов взяты уже из силовой и спортивной гимнастики, то есть это горизонты. Горизонты – это когда человек, держась за руками, приподнимается вот так абсолютно параллельно поверхности, правильно? Ну да, то есть он стоит на земле, как в упоре отжимания, только ноги не касаются пола и полностью стена параллельно полу. Также еще различные элементы, как флаг, который, когда есть какая-то поверхность, допустим, как шведская стенка, на которой мы привыкли много упражнений делать, человек, находясь в параллельном положении, тоже вот так делает это упражнение. Что для этого нужно? Как долго этому учиться? На самом деле, в первую очередь, нужно желание и время, потому что, ну, без желания и времени, даже подготовка, если есть, то не получится ничего. А так, конечно, нужна общая физическая подготовка, какая-то базовая подготовка. Как я уже об этом сказал, это подтягивание, отжимание на брусьях, отжимание от пола. То есть, чтобы себя полностью подготовить, организм, чтобы был креп и более безопасно было, без травм. Потому что травмы, они только будут негатив уходить, и человек из-за этого может бросить. Ну, правильно ли я понимаю, что вы не используете, допустим, какие-то методы отягощения себя, а только со своим весом работаете? Да, основа вообще, если брать воркаут, да, уличная атлетика, да, это самое первое, работа с собственным весом. Ну, и, конечно, есть еще и стритлифтинг. Это уже вот именно дополнительное отягощение, где ребята берут блины, либо гири, навешивают на специальные атлетические пояса и уже с ними подтягиваются. Но это уже силовое такое направление наше, это базовое. А именно если зрелищное, такое красивое, где вот именно гибкость, выносливость, это уже воркаут. То есть элементы, какие-то динамичные и связки, это все в комплексе, целый такой, скажем, номер получается. Вы сказали очень красивое слово, словосочетание, уличная атлетика, туда входит воркаут и какие-то еще дисциплины? Да, это, конечно, входит и воркаут, и стритлифтинг, еще есть и джим-бар, и фристайл-бар. То есть сейчас очень много таких разносторонних направлений. Молодежь пытается не стоять на месте, ну, потому что бывает, кому-то надоедает оно это, и возрождаются еще новые. И это все развивается, и набирает уже такое больше, таки, скажем, сообщество, и ребята развиваются в разных направлениях. Кому-то нравятся больше техничные, кому-то силовые, кому-то все связано, то есть по-разному, кому как. А паркур что такое? Это тоже связанное явление? Ну, паркур, да, он тоже близок нам, потому что ребята также используются, но немножко это уже другое ответвление, другие поверхности используются. Ну, и также есть ребята, которые смешанно делают и паркуре занимаются, то есть фрейран, и также воркаут. То есть они это совмещают и уже выполняют какие-то такие элементы, уже более зрелищные, так скажем, которые тоже очень лаконично смотрятся. А что такое руфинг? Что? Руфинг, что такое? Честно, не знаю. Хорошо. Давайте мы с вами тогда поговорим про вас, про вашу команду. Как она, собственно говоря, появилась и как вы собрались? И как давно вы занимаетесь вообще этим видом спорта? Ну, я лично сам уже занимаюсь пять лет. Вот нам, кстати, в этом году вообще команде зарождилась она у нас в 2014 году. Нам будет в этом году пять лет, наверное, маленький юбилей. А как это все начиналось? Я, наверное, пришел с армии, и мне было интересно создать что-то в городе такое, что нет, ну, от них ничего не было. И такое вот молодежное движение, где будет объединяться молодежь ради какого-то одного направления, то есть самого себя развития в доступных самых главных условиях. То есть когда ребята могут заниматься на улице и в зале, и на улице без каких-либо ограничений. Мы начали с того, что мы начали бегать, какие-то небольшие пробежечки, и все, и началось все зарождаться. У нас начиналось с того, что было три человека, у нас не было ни зала, ни площадок. А в итоге, по стечению этого времени, сейчас мы имеем большой уже опыт, у нас проводятся чемпионаты, различные турниры, мастер-классы. Мы с показательным выступлением выезжаем и в пригородные районы, и по всей России ездим. В сегодняшний день уже наша команда, ну, численность более 150 человек, это наша команда. Это большая команда, да. Вот, и ребятки занимаются у нас разного возраста, от шести лет и старше. То есть мы не видим ограничений в возрасте, мы даем именно понимание, что можно заниматься в любом возрасте, но нужно подходить с этим головой. И у нас также занимаются и девочки, и мальчики, тоже они выступают на разном уровне соревнований. И напоследок, у нас буквально 30 секунд осталось, я попрошу вас, ну, скажем, пожелать что-нибудь жителям Крыма и гостям экстрим Крыма, фестиваля. Ну, наверное, в первую очередь я пожелал бы всем им здоровья, и то, чтобы они достигали свои цели, которые не именно хотели достигать, то есть, чтобы были цели, чтобы они стремились. Каждый день они бы совершали маленький шаг, но уже шаг своей цели. Не останавливаться на этом и достигать ее обязательно, чтобы у них все получилось. Большое вам спасибо. Напоминаю, в гостях нашей студии Рустам Хайрулин, спортсмен, человек, приехавший из Нижнего Тагила и пропагандирующий уличную атлетику, которая так украшает и так зверечно выглядит. Ну, а мы двигаемся далее. Далее Крым онлайн. Самые интересные новости сети интернет. А я пока вернусь к своей соведущей. Спешка на дороге к хорошему не приводит. В Севастополе на выезде из Балаклавы столкнулись три автомобиля. По информации ГИБДД, в ДТП пострадал водитель одной из машин. В каком состоянии он находится, неизвестно. В социальных сетях крымчанин опубликовал запись с видеорегистратора. На кадрах Симферополь, а точнее улица Беспалова. В районе 158-го дома появился лежачий полицейский. Однако, по словам автора, знаки об ограничениях на месте отсутствуют. Как быть водителем, которые не успели вовремя сбросить скорость? На людей посмотреть и себя показать. В столице Крыма, в районе Центрального рынка, пешеход решил прогуляться прямо по проезжей части. Бесстрашного мужчину засняли из окна троллейбуса. Только представьте, как удивились водители автомобилей, движущихся ему навстречу. Ужасы судакской поликлиники. Именно так назвал эти кадры автор ролика. Разбитый кафель, обшарпанные стены и сломанные кресла в коридоре. Хочется верить, что отсутствие комфорта не влияет на лечение пациентов. Однако, комментаторы в социальных сетях уже успели оставить отзывы. И среди них нет ни одного положительного. Взбудоражил общественность и этот ролик, тоже снятый в судаке. По словам очевидцев, несколько мужчин вымогали деньги у туристов за фото с экзотическими животными. Когда те отказались платить, предприниматели толпой набросились на отдыхающих и начали их избивать. Комментаторы пишут, что этот случай не единичный. Этими снимками поделился автотурист. Мужчина предостерегает всех, кто собирается ехать в горы на машине. Он предполагает, что эти шипы в земле оставляют лесники. Осторожными стоит быть и пешим путником. Такой арматурой можно пробить не только шины, но и ногу. Этот ролик в социальной сети выложил очевидец из Евпатории. Накануне на город-курорт обрушился град с дождем. Непогода застала отдыхающих прямо на пляже и заставила спасаться бегством. Закат в Ленинском районе. Обратите внимание на людей, которые любуются красотой пейзажа прямо со скал. Как круто от этого просто сносит голову, пишут комментаторы. Действительно, на их месте сейчас хотелось бы оказаться многим. А на этом видео фантастический малиновый рассвет. Море, птицы и солнце, прорезающиеся сквозь облака. Если бы гармонию можно было описать одним словом, то эти кадры подошли бы идеально. Ну а сейчас мы снова предлагаем переместиться на улицы нашей крымской столицы, где находится наш коллега, корреспондент Артем Андроновский. Наверняка, что-то интересное ему удалось разузнать. И, конечно же, он расскажет нам об этих новостях сейчас. Артем, доброе утро. Да, коллеги, вот прямо сейчас буквально за моей спиной звучит самый грустный я, который я слышал в жизни. Потому что прибыл я к совсем непростому месту. Сейчас об этом и поговорим. Называть это можно по-разному, но на самом деле место крайне противоречивое. Вот совсем недавно прочел в сети информацию о том, что возникает очень много проблем с фото-живодерами. Как вы знаете, это люди, которые предлагают вам фотографироваться животными на набережных фактически бесплатно, а потом требуют деньги. И интерес общественности к вопросу этичности использования животных вырос. Поэтому прямо сейчас хочу вам показать двух вот таких одиноких осликов или это, я не знаю, даже мулы и шаки за забором в маленькой клетке. Но я не знаю, если совокупно здесь будет метров 15 квадратных, может быть больше, уже замечательно. Животные проживают в зоопарке. И, собственно говоря, любой прохожий может буквально притронуться до забора, протянуть руку и покормить их. С одной стороны, это, конечно, прекрасная возможность. Вот мы, собственно, сейчас подойдем к следующему зверю, который чем-то, видимо, недоволен или кого-то зовет. Но, с другой стороны, любой желающий может, это они между собой общаются, я полагаю, любой желающий может покормить животное чем угодно. Соответственно, это может быть некачественная или даже отравленная пища. Этот вопрос нужно решить. Вот этот вот недовольный чем-то ослик, он тем более, что находится вообще до клетки, с ним можно дотянуться рукой. Но и тут ситуация не лучше, потому что для такого животного, которое, я хочу напомнить, в день проходит огромное количество километров, это просто смешные, смешные ограничения, с которыми оно справиться не может. Вот смотрите внимательно, я могу легко протянуть руку. Так вот, вопрос этичности использования животных крайне сложный, потому что в это место ежедневно приходят дети, они проходят буквально вот по этой аллее, наблюдая за животными, за металлической решеткой. И для ребенка нормой становится то, что человек имеет право порабощать или держать заперти то, что кажется ему интересным, то, за чем ему хочется наблюдать. Таким образом воспитывается не сколько эгоизм, сколько эгоцентризм, то есть мысль о том, что твоя личность или ты как таково имеешь право на ограничение свободы кого-либо. Вот мной заинтересовался конь, давайте с ним тоже поздороваемся. Как видите, лошади спокойно, вообще крайне легко могут подойти. Привет! Привет! Могут подойти, с ними можно пообщаться, поздороваться, но и в этом проблема, потому что их можно покормить просто чем угодно, как я уже говорил. Вот у меня, к сожалению, для этого приятеля ничего нет, а с другой стороны, возможно, и правильно, потому что я не специалист, и я не знаю, что нужно этим благородным и красивым существам. И все же, возвращаясь к вопросу этичности использования и содержания животных просто в целях развлечения и знакомления, наверняка можно сказать, что нет. Глядя на условия, глядя на ограничения, вот смотрите, пожалуйста, ослик буквально вжался между деревом и забором, потому что ему хочется подойти поближе, а он физически не может. Поэтому, друзья, я буду постепенно уходить с этого места, но хочу лишний раз напомнить вам, что место всякой птицы в небе, а другого зверя в степи или в лесу, где ему комфортно, и человек, в первую очередь, не хозяин, а сотрудник мастерской нашей общей, нашего общего дома, нашей природы. Я это говорю не просто так, потому что, поверьте, успел напутешествоваться и, между прочим, совсем недавно побывал на Большом каньоне, восхитился красотой, объемом и масштабом этих мест, и именно поэтому сейчас не могу смириться и осознать того, что лисы сидят в клетках, а благородные скакуны находятся в 10, 20 и даже 30 квадратных метрах. Поэтому, коллеги, передаю слово вам, не забывайте, посмотрите мой сюжет, потому что там много чего интересного, а главное, что там я постарался передать красоту и мощь крымской природы. Саш, ну вот меня поражает это удивительное свойство Артема перемещаться во времени и в пространстве, и хочется сказать, что он большой путешественник, уже все уголки Крыма просто исследовал, изведал, все знаю. Да, Артем путешественник, даже можно сказать, поговорка такая. Действительно, почти все, кроме одного, который мы сейчас покажем, Большой каньон Крыма, уникальное место, собственно говоря, одна из достопримечательностей главной гряды. О нем прямо сейчас в сюжете Артема. Среди массива Крымских гор спряталось одно из природных чудес полуострова. Большой каньон. Длиной в 3,5 километра и глубиной в 320 метров. Мы приехали сюда специально, чтобы изучить его вдоль, поперек и даже вглубь. Пройдемте, здесь есть на что посмотреть. В русле каньона протекает множество мощных и стремительных горных потоков. Самые крупные из них, Аузун-Узень и Сары-Узень, впоследствии образуют единую реку, как Коска. Средняя температура воды за год плюс 11 градусов по Цельсию. И действительно, вода прохладная. Но подходящие для купания природные ванны находятся почти на 2 километра дальше. В этом месте природа и цивилизация умело переплетены заботливыми руками местных мастеров. Если естественное препятствие окажется вам непреодолимым, скажем, как эта река, то на помощь приходит вот такой мост. Очень удобно. А сразу за ним стоянка. Хочу отметить сурной и картой местности с обозначенными ориентирами. Геоморфологическая история этого ландшафтного украшения по-настоящему древняя. Миллионы лет назад на дне великого моря Тетис здесь буквально веками скапливались остатки живых организмов. Впоследствии сверху утром бывалась глина, а еще позже известняки. И только потом с постепенным подъемом полуострова на поверхность за дело взялись потоки могучих рек, вымывая породу слой за слоем. Дорога устремляется вверх по бревнышкам ступеням, установленным местными егерями. Река на время пропадает из виду, но сквозь деревья все еще доносится шум бьющейся о камни воды. Не стоит забывать, это хоть и небольшой, но все же поход. И подъем не всегда можно назвать комфортным и прогулочным. Поэтому на этот случай обязательно берем с собой воду. Сейчас бы только присесть и побью. Нашлась тут высота и для любителей экстрима. Над ущельем протянут вот такой веревочный мост. Правда, сейчас проход закрыт. Наверное, оно и к лучшему. А нам вниз к нашей заветной цели. Спускаясь по ущелью, действительно холодный горный поток образует местную достопримечательность. Так называемое Голубое озеро. Вода здесь тоже приблизительно 11 градусов, а самое главное, что она настолько чистая, что в ней даже водится форель. Правда, небольшая. Рыба живет еще в нескольких небольших бассейнах вдоль течения реки. Желание порыбачить не возникает вовсе. В этом затерянном среди горного ландшафта мире хочется оставить все, как есть. Иногда чудеса крымской природы настолько захватывают дух, что просто не хочется ничего говорить. Никогда не ленитесь изучать родной край. Артем Андроновский, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Доброе утро или день. Не знаю, как правильно, но в любом случае, в случае добрая. Интересно, кто-то сейчас только проснулся или нет. Я думаю, что такие есть. Ну, я могу им позавидовать. Хотя, с другой стороны, нам ли с тобой кому-то завидовать, потому что мы находимся в таком прекрасном месте. Солнце, море и прекрасный воздух. Это поселок Оленевка. И здесь проходит фестиваль «Экстрим Крым». Фестиваль спортивных состязаний. Чего здесь только не происходит. В общем, лучше все, конечно же, увидеть своими глазами. Но если у вас не получится приехать, а остается не так много дней до его завершения, конечно же, мы вам все расскажем и покажем. Ну, я думаю, что как раз одна из новостей касается этого региона. Следующая новость. Да. В Черноморском районе появляются новые парки, строятся детские садики. Здесь, сюда проводят газ. В общем, меняется на наших глазах. Ну, а более подробно об этом расскажут наши корреспонденты. Ремонты каждый месяц до 6 тысяч уходят. К таким затратам житель села Красноярское Сергей Копылов уже привык. Когда видит строительство в родных краях, искренне радуется. Сейчас преображается улица Молодежная. Равняют. Скоро должны уже сделать нам новую дорогу. А вот центральную улицу Гагаринскую уже успели оценить водители. Теперь ездить и ходить тут не только дешевле, но и безопаснее. Установлены пешеходные переходы, зебра, лежачие полицейские, что позволяет ученикам пройти беспрепятственно. Преобразилась и местная школа. Цена вопроса 20 миллионов рублей. Фасад обновили, окна заменили, спортивный актовый зал тоже новый. Не оставили без внимания и кабинеты. У нас новая доска. Она магнитная, поэтому очень удобно использовать на уроках. Мы видим, у нас новый линолеум, мебель новая, проекторная доска, методическая наглядность. Кроме того, в этом сельском поселении была проблема с водоснабжением. Трубы обветшали. Часть домов была лишена элементарных человеческих благ. Было выделено 6,5 миллионов рублей на водоотведение. Вопрос по водоснабжению в Ленинском тоже в сельском поселении решен. И жители теперь могут пользоваться. Перемен ждут и соседние села. Чтобы были дороги, чтобы были детские сады, школы обустроенные, дома культуры. Именно то, что обращено непосредственно к человеку. А это уже село далекое. Тут также обновили школу. Даже рядом установили спортивную площадку. Летом здесь часто собираются дети. 11, смотри, как и могу. Покажи. А старшее поколение радо освещению центральной улицы. Особенно этого долго ждала местный почтальон Лиля Басырова. Боялась развозить пенсию в вечернее время, когда рано темнело. Раньше я сходила, или дочку брала, или фонарик. И все время на телефоне висела там, встречайте меня. Обновления случились и в селе Кировской. А там заканчивается ремонт школы. Идет замена крыши и обновление фасада. Но самое долгожданное – открытие нового детского сада. Современные качели, горки и детские площадки. Такого в селе Кировской ранее не было. Модульный детский сад уже находится на завершающей стадии строительства. Он будет рассчитан на 100 человек. И уже вскоре маленькие дети смогут бегать по вот такому вот изумрудному газону. Уже завершена и внутренняя отделка. Сейчас активно занимается установкой видеокамер и сантехники. Из республиканского бюджета было выделено более 50 миллионов рублей на дошкольное учреждение. Это сборка мебели, расстановка оснащения, пусконаладочные работы по электрике. Обновление детских садов и школ в регионе продолжится. Это будет первостепенной задачей для местных властей. Но в этом направлении уже удалось добиться значительных результатов. Черноморский район – это практически единственный регион, в котором отсутствует очередность детские сады. Но детские сады надо модернизировать, надо строить. Конечно же, это и водопроводные седи. Увеличение рабочих мест и обновление объектов местной инфраструктуры – первостепенные задачи для улучшения жизни на селе. Селок должны иметь все те очертания, которые сегодня имеет город. Чтобы люди имели хорошую работу, чтобы садики были благоустроены, чтобы места общего пользования были обустроены, соответствовали современным требованиям. А во многих селах уже сегодня у нас есть не просто площади, не просто парки, но и фонтаны. В ближайшем будущем Черноморский район ждет инвестиций в туризм и сельское хозяйство. Это создаст новые рабочие места и увеличит доходы региона. Александр Федорчак, Дмитрий Попов, Андрей Тричук, Андрей Заричный. Новости 24, Черноморский район. Место душных спортзалов, берег Черного моря. 50 спортсменов из России приехали сюда, чтобы сразиться по пляжному волейболу. Ну а чем отличается эта игра от классической, я предлагаю узнать из сюжета Стефана Филатова прямо сейчас. Вместе с первыми играми на волейбольной площадке фестиваля «Экстрим Крым» началось принципиальное противостояние. За считанные минуты команды успевают вырваться вперед, а после уступить оппоненту. По ряду причин финальный счет матча предопределить невозможно, уверяют спортсмены. Размеры площадки для пляжного волейбола на 2 метра меньше, чем в классическом. 16 на 8. Ну а самое главное отличие в том, что в команде по 2 человека. Соответственно, отстояться, отдышаться за спиной напарника не получится. Спортсмены работают на всю и, соответственно, цена у победы другая. Для того, чтобы победить в пляжном волейболе, не обязательно быть высоким. Тактика игры здесь совершенно другая. Уровень игрока определяет только его мастерство, физическая подготовка и слаженность действий членов команды. Мы должны с полузгляда, с полуслова давать понимать, что мы хотим показать нашими действиями. Владение, естественно, мячом и дать сопернику сказать, что мы можем выиграть. Благодаря этому мы выиграли игру со счетом 2-0. В соревнованиях приняло участие 11 мужских и 8 женских команд. Несмотря на то, что призовой фонд составил 10 тысяч рублей, спортсмены стремились стать лучшими по другим причинам. Я, в том числе, как и большинство ребят пляжников, приехал сюда не за призовыми фондами, а показать свои силы и за здравым соперничеством. Среди участников есть и те, кто занимается по 15 лет классическим волейболом. Однако на песок вышли впервые. После трудного и показательного игрового дня некоторые из них задумались о том, чтобы поменять квалификацию. Мы стали традиционные соревнования на экстрим-крыме, пляжный волейбол. И с каждым годом все больше и больше людей сюда приезжает. И уровень, соответственно, тоже растет из данных соревнований. Спортсмены показали себя с очень хорошей стороны, как, в принципе, ожидал я. Кроме крымчан в соревнованиях приняли участие гости из Анапы, Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам серии напряженных игр лучшие результаты как в женском, так и в мужском пляжном волейболе показали команды из Крыма. Стефан Филатов, Иван Ковалев, Новости 24, Черноморский район. Дорогие друзья, еще одна новость, не очень радостная, но тем не менее все должны знать, потому что предупреждены, значит, собственно говоря, вооружены. В Судаке произошел инцидент, когда фото-живодеры поймали в свою зловещую ловушку двух туристов, двух мужчин. За что они и поплатились? Ну, в общем, все как было. Пришли мужчины, которые просто поймались на эту приманку сфотографироваться с животным с орлами, но как бы те обещали, что будет недорого. А в итоге назвали просто баснословную сумму. Конечно же, мужчины-туристы отказались платить. В итоге что же сделали эти фото-живодеры? Просто на них набросились кулаками и начали избивать. Вот такой вот конфликт произошел на Судакской набережной. Дорогие крымчане и гости полуострова, ни в коем случае не ведитесь на эти приманки, не фотографируйтесь с животными. Во-первых, это очень опасно для животных, потому что животные, которые оказываются на набережных, они буквально живут один сезон и погибают от того, что они не приспособлены к такому тесному общению. Они живут в ужасных просто условиях, они испытывают сильнейшие мучения, потому что чаще всего они не получают ни воды, ни еды, пока находятся на пляже, пока они, так сказать, работают. Ночью они не спят. Конечно же, они находятся ни в тех условиях, ни в природных. Не должно быть вокруг них много людей, не должны их постоянно передавать из рук в руки. Поэтому не поддерживайте преступный бизнес, близко не подходите к таким людям с животными. А лучше всего вызовите соответствующие службы, которые знают, что делать с такими негодяями. Ну, соответствующие службы сразу же отреагировали. Насколько я знаю, мэр этого города, он созвал прокуратуру, созвал правоохранительные органы. Они провели совещание и сказали, что теперь впредь надзор будет еще более строгим. Ну, а теперь к хорошим новостям. Да, хорошо. У нас дует прекрасный теплый ветер прямо с моря. И радует он не только нас с тобой, но еще и тех, кто ловит этот ветер. Да. Это виндсерферы. И о них наш следующий сюжет. Волны, парус и свобода – основные компоненты по-настоящему летнего развлечения. В 60-х годах серфингисты решили, что если переделать к доске парус, то это поможет сэкономить силы и увеличить скорость движения. Устройство стало аналогом маленького парусного судна, но со своими нюансами. Ты встаешь на доску. Ноги у тебя равно удалены от шарнира. Берешься за вот эту веревку, садишься. И начинаешь тянуть парус на себя и потихонечку вместе с ним встаешь. При наличии ветра виндсерферы буквально скользят по воде, и шторм не помеха. Профессионалы могут покорять волны до трех метров и совершают, казалось бы, невозможные трюки, в том числе и мертвую петлю. Соль разъедает глаза, при этом нужно устоять на серфе, словить ветер и стараться не цепляться за парус, как за спасительную тросинку. Немного сложно, но весело. Мистер Ханкут – лучшее место в Крыму для обучения этому виду спорта. Здесь своя, уникальная роза ветров и практически всегда дует ветер. Перед волнами самого западного побережья не устоял и чемпион мира по виндсерфингу. Это одиночный вид спорта, потому что ты выходишь на воду сам со своей доской, ты должен с ней договориться, с парусом, и ты опять же общаешься с этой стихией. Иногда это очень жесткие условия. Тут же покорить морскую стихию пытается и ученик четвертого класса. Лев занимается виндсерфингом всего неделю, но уже научился справляться с ветром. Это для меня кайф. Я хотела этим заняться давным-давно, но нигде не мог найти это. Детей одевают в маленькие гидрокостюмы и учат стоять на воде. Для этого вида спорта даже не нужно уметь плавать. Парус и доска сделаны из нетонущего материала. Все создается в России, нигде, ни в Китаях, ничего. Мы все создаем, все шьем, все нарезаем. Пытаемся создавать свою пленку, все материалы. На это уходит очень много сил и времени. Времени годами на это уходит. На каждый маленький-маленький шаг. Для каждого стиля катания используют свое оборудование. Чем сильнее ветер, тем меньше должен быть парус. Профессиональные спортсмены разгоняют доску до 100 км в час. Твинсерфинг с собой забирает. Я если ухожу на воду, больше меня никто не может ни позвать, ни позвонить мне. Ничего со мной сделать. Все, я сам себе предназначен. Это моя жизнь, я ее управляю. Для туристов, которые всерьез решили заняться парусным спортом, сезон начинается в апреле. Комфортная температура и гидрокостюм помогают не замерзнуть. Еще хорошо кататься в августе. Море еще не успело остыть, а туристов на берегу уже гораздо меньше, чем в июле. Если что-то пошло не так и устоять на виндсерфе так и не получилось, все равно остается море и солнце. Алиса Трояна, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Саша, а ты в этом году уже ездил по Крымскому мосту, когда у нас был отпуск, например? В отпуск не ездил, а до отпуска на майские праздники, да, ездил и побывал. Но, правда, я его не увидел, потому что это было глубокой ночью, и я спал. Да, но легко ты добрался, да, я так понимаю? Абсолютно легко. Без пробок, ночи-то, конечно. А я тоже ездила, ездила в конце июня, получается, как раз, можно сказать, уже разгар лета. И стоит отметить, что если в сторону Тамани, то пробок нет, а если в сторону Крыма, то пробки большие. А это все почему? Потому что сюда к нам едет много людей, действительно, посчитали, уже около миллиона машин проехало по Крымскому мосту, туда и обратно, в обе стороны. Самое интересное, что ты права, трафик в сторону Крыма на 9% больше, чем в сторону Кубани. Поэтому люди приезжают в Крым и остаются здесь, и я их понимаю, потому что вокруг такая красота. Ну, а я, кажется, знаю человека, который сюда добрался не на машине, а, скорее всего, на гидроцикле. Даже так? Сейчас это выясним. Действительно, столько видов спорта, которые можно здесь, в Крыму, опробовать. И гидроциклы, и водные лыжи. Наше Черное море для этого очень удобно, потому что, в первую очередь, оно не такое соленое, как, допустим, Средиземноморское. И, повторюсь, в нашем море его соленость равна солености слезы, поэтому можно нырять с открытыми глазами. Во-вторых, ветер и, собственно, особенности течения способствуют этому. Ну, и стоит отметить, что у нас сегодня в гостях Антон Кривошеев, президент клуба водно-моторного спорта. И мы вас приветствуем в нашей студии. Здравствуйте, Антон. Скажите, пожалуйста, вы в Крым каким путем добрались? На машине или все-таки выбрали какой-то водно-моторный транспорт? Нет, я лично на машине, а так кто как. Кто на самолете, кто на автомобиле. Ну, я знаю, что вы не просто сюда приехали отдохнуть и насладиться видами. У вас была цель конкретная. Расскажите о ней. Ну, конечно, в первую очередь мы приехали все-таки отдохнуть. Ну, и вторичная цель была познакомиться с местом. Почему? Почему вам так было важно узнать про местность? Ну, потому что вообще мы занимаемся уже этим давно. Около пяти лет мы проводим фестиваль в городе Сочи. Все очень любят эту площадку. Но в то же самое время, да, то есть невозможно делать все в одном месте. Сейчас мы ищем какие-то альтернативные площадки, на которых бы можно было привести наш большой фестиваль. Расскажите более подробно об этом фестивале. Как он проходит, как он выглядит со стороны, кто в нем принимает участие? Ну, вообще мы занимаемся стоячими аквабайками. Это гидроциклы, но на которых ездят не сидя, как прокат, да, там, скажем, а стоя. Но не только в этом отличие, а в том, что они могут заныривать, насколько я знаю. Есть несколько дисциплин. Одна из них – это слалом. Это когда один участник находится на трассе. Ну, как на лыжах, да, когда вот такой спуск. Есть… Это первая дисциплина – слалом. Вторая дисциплина – это гонка. Это когда несколько человек, да, находятся на трассе, то есть они соперничают между собой. Третья дисциплина – это фристайл. Это как раз вот прыжки и так далее, и тому подобное. То есть на гидроцикле можно даже выполнять прыжки? Да, это прыжки. Это, так сказать, это сейчас самая популярная… Одна из самых популярных дисциплин – это фристайл. Прыжки. Вот то, что вы говорите «заныривание», это, так сказать, олдскул фристайл. Это было популярно до 2006 года. А после того, как один из райдеров Америки прыгнул, так сказать, бэкфлип, это сальто назад, то все ушли в верхний фристайл. Тем не менее, мы проводим дисциплину фристайл двух зачетов. То есть мы проводим как раз к олдскульный фристайл. Это на всех корпусах стандартных, заводских, да, там с мотором не больше, чем 900 кубов. И проводим верхний фристайл, как раз, так сказать, уже класс фристайл, он так и называется. Вот, и четвертая дисциплина – это фрирайд. Фрирайд – это такой базисный элемент фестиваля Jet Camp. Это катание на волнах. Тот же пристайл, только на волнах. Там суется 50% серфинга, это то, как райдер обрабатывает волну, как он с ней, скажем так, уживается. Но здесь волны не сильно, это высокие. Да, здесь, конечно, в плане волны все сложно, да. Но я могу сказать, что вообще фестиваль Jet Camp проходит сюда в сентябре. Это как раз сезон, когда Черное море начинает раскачиваться и давать волну. В принципе, и в Крыму есть серферы, мы их знаем, вот. И здесь, конечно, мы очень перекликаемся. Вот, да, здесь какая-то сейчас, какая-то волна пришла, но это сама бухта, вот как бы вот эта, и волна, она, конечно, ни о чем. Если он туда посмотреть, около затонувшего корабля, по идее, там должен быть серф-спот, и к сентябрю должно качнуть. Вот как раз это вот один из ключевых моментов, надо будет еще в сентябре проверить его, если там, как бы, действительно хороший спот, вот, как бы, тогда все должно складываться. Но вы все-таки нацелены сюда перенести фестиваль, или вы считаете, что пока что наша площадка не совсем подходит для этого? Ну, есть много нюансов, конечно, да, но я бы не сказал, что это плохо или хорошо, это все просто по-другому, да, скажем так, здесь. Здесь, конечно, намного красивее море, да, если Сочи, например, взять, то это, как только начинается берег, да, то есть от берега, если отъехать там 50-100 метров, да, в глубину, там резкий обрыв, потому что там горные речки, они намывают гравий, там нет никакого подводного мира. Ну, конечно, он есть, но я имею в виду, там нет никаких ракушек, там, скажем, песочка, там каких-то там рыбок, которые там, ну, как-то симпатично смотрелись. То есть Сочи такая в плане воды, да, в плане воды, конечно, там, но Сочи, это мека именно в плане волн, то есть лучше волн, чем в Сочи, в России практически не бывает. Ну, и только на Камчатке, да, там где океан, вот. Ну, и, соответственно, здесь, конечно, вот этот песок, да, то есть, как бы такой вот именно крымский антураж, он тоже как бы своего рода такой вот тоже плюс, да, скажем так, который, может быть, много бы прощал в плане, там, инфраструктурных каких-то вопросов, которые, ну, уже, с которыми сталкиваются. Вот то, что здесь, например, видно, это вот постоянное отключение электроэнергии, они, конечно, добивают, а его могут выключить свет, там, 10 раз, да, условно. Ну, я так понимаю, что сейчас там какие-то работы ведутся, да? Конечно, все это ведется. Здесь еще 5 лет назад ничего не было, и экстрим-крым не проводился совершенно. А сейчас это вот новая площадка, которая появилась, и с каждым годом она развивается, и количество людей здесь тоже, посещающих, ее увеличивается. Ну, вот мне хотелось бы все-таки узнать, когда нам ожидать фестиваль? Уже, может быть, в этом году или все-таки в следующем? Нет, в любом случае, если говорить о проведении в Крыму фестиваля, это только следующий год, потому что в этом, ну, мы планируем все за год. Мы уже нацелены на это. Ну, да, в этом году мы, так сказать, приехали просто отдохнуть, да, и заодно проверить место. То есть там, в принципе, как бы, там все нравится, а остался вопрос, чтобы все это сложилось. Я знаю, что фестиваль собирает огромное количество участников, не только с России, и там это тоже очень невероятно просто. Ну, да, у нас, в принципе, фестиваль Jet Camp, это был первый фестиваль, который когда-либо проходил в России в таком формате, и у нас участников больше 100 собиралось. То есть никогда никто столько не собирал. Сейчас уже появились другие фестивали, да, там в Перми проходят, там в Иркутске еще где-то, вот, там в Угличе проходят, там в других городах России. Но вот мы были первыми, вот уже 5 лет, как бы, его... Но в Крыму еще такого не было, поэтому мы вас очень ждем у нас здесь, и надеемся уже в следующем году увидим что-то такое невероятное, происходящее на волнах, что можно выполнить с помощью стоящих гидроциклов. Я тоже очень надеюсь, что все сложится в следующем году. Спасибо большое, я напомню, у нас сегодня в гостях Антон Кривошеев, президент клуба водно-моторного спорта. А сейчас я вам предлагаю посмотреть новости интернета, а я пока к Саше. Когда игра в прятки зашла слишком далеко. Юный беглец в попытках скрыться от полиции выбрал самое неприспособленное для этого укрытие. Оказавшись в безвыходной ситуации, подросток решил скрыться в мусорном баке. В общей сложности хитрецу пришлось провести там 30 минут, и это под жарким летним солнцем. Что заставило героя видео скрываться от правоохранительных органов, неизвестно. В любом случае, уловка увенчалась успехом. Хотя в такой ситуации, возможно, было бы проще издаться. Собака – лучший друг человека. Это известный факт. Но герой следующего видео завел в себе не просто приятеля, а настоящего мохнатого спарринг-партнера. Пес с огромным удовольствием играет в мяч с хозяином, и кажется, совершенно не хочет ему уступать. В итоге накаленная схватка заканчивается неминуемым первенством четырехлапого. Впрочем, с другой стороны, в таких отношениях победить может только дружба. Порой, правда, глаза колет. Водитель дорогой иномарки попытался объехать пробку по обочине. Такие действия не понравились автомобилистам, застрявшим на дороге. Мужчина с ребенком на руках решил помешать нарушителю. После недолгих переговоров обиженный автолюбитель надавил на газ, буквально наехав на возмущенного отца. К счастью, никто не пострадал. Разумеется, подвергать ребенка опасности ни в коем случае нельзя, но все же поведение водителя является недопустимым в разумном обществе. Признать собственную неправоту благородно, но, увы, под силу далеко не каждому. Пролететь зайцем. В Нигерии мужчина влез на крыло самолета с целью долететь в нем в Ганну. Пассажиры, находящиеся на борту, тут же пришли в панику. Все дело в том, что горе-лазучик вскарабкивался наверх совсем недалеко от турбины реактивного двигателя. По приезду полиции путешественника задержали. На данный момент ведется проверка служб безопасности аэропорта. Житель Великобритании заснял стыковку корабля «Союз» и МКС на своем заднем дворе. Мужчина увлекается астрономией и создает собственные телескопы. Все, что ему пришлось делать, это подгадать, когда космическая станция окажется прямиком над Туманным Альбионом. Дальше в дело пошли современные технологии. На самом деле на кадрах видна не сама стыковка, а сближение двух космических суден. И все же удивительно, до чего дошел прогресс. Аттракцион несовыканной щедрости. Клиентки одного из розничных магазинов устроили настоящую драку за акционные сковородки. Скидочный товар взлетелся, как горячие пирожки, только тележка показалась в дверях складского помещения. Возбужденные покупатели старались выхватить сразу по несколько штук, распихивая ближайших конкуренток. Это объясняет, почему продукты с пониженной ценой никогда не залеживаются на полках. Трогательное видео. На вечеринке в честь будущего рождения малыша дочь решила сделать отцу необычный сюрприз. Девушка подарила родителю торт, на котором было указано его собственное имя. Эмоции мужчины просто не могут оставить равнодушным. Сталенька, а ты знаешь, что оказывается 30% воды, которую мы пьем в бутилированной, может оказаться поддельной? 30% воды? Воду подделывают, Саш? Оказывается, да. Более того, скажу, что в некоторых регионах России эта статистика достигает 80%. То есть, грубо говоря, какой-нибудь дяденька или тетенька берут, воду из-под крана набирают, в бутылку запечатывают и продают как какую-нибудь там дорогую, драгоценную. Я всегда это подогревала, что так делаю, что я пью не воду из какого-нибудь кристального источника, который находится далеко в горах на Кавказе, а все-таки воду из-под крана. Тем не менее, я всегда выберу в этом случае газированную, хоть она может быть и поддельная, но, по крайней мере, хотя бы газированная, хоть не просто так ее из-под крана налили. Саша, ну, конечно, эта новость поражает, но я всегда думала, что в первую очередь подделывают деньги, подделывают какую-то одежду, ну, там, известных брендов. Но то, что подделывают воду, для меня это совершенно новая информация, и теперь ее надо как-то, мне кажется, переварить. После этого жизнь не будет прежней. Но, тем не менее, вот с этого года введена специальная сертификация обуви и фармацевтических препаратов, и хотят ввести и воду, она тоже должна подбежать сертификации. Так что, надеюсь, что скоро мы эту проблему поборем. Да, ну, а сейчас мы предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику, да, поговорим об афише, что же можно интересного узнать, куда можно сходить, и давайте прямо сейчас разберемся в этом. На новой сцене Русского драматического театра имени Горького постановка «Рублевка 38 бис». События разворачиваются в роскошном особняке в одном из самых элитных районов Москвы. В центре сюжета жуликоватый банкир Марлен Барабаш. Попавший в сложную жизненную ситуацию, мужчина убежден, что все исправить ему поможет отец. Но захочет ли старик помогать своему нерадивому сыну? Начало в 19.00. В этот день под сводами «Мраморная пещера» в легендарном зале «Жемчужных озер» состоится концерт в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. В программе лучшие композиции знаменитых рок-групп, среди которых «Битлз», «Нирвана» и «Металлика». Начало в 19.00. При себе иметь теплую одежду и обувь. В кукольном театре ироническая постановка по мотивам рассказа Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей». На одной сцене соберутся и артисты в образе героев-детектива и куклы тех же персонажей. По словам главного режиссера пьесы, такая подача позволит зрителям с другой стороны взглянуть на происходящее. Начало в 18.30. В кинотеатрах покажут римейк диснеевского мультфильма «Король лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшем в 1994 году. Герои, знакомые с детства, снова живут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать сами. Также на экранах французская комедия «Красавчик со стажем». В центре сюжета искуситель женских сердец, живущий исключительно за счет обеспеченных зрелых дам. Мачо, мужчина мечты и пусть с возрастом немного растерял свое обаяние, отказываться от роскошной жизни не собирается. В тот момент, когда очередная подружка выгоняет его из спальни, променяв на молодого парня, Дон Жуан начинает строить новый план по обольщению. Так, ну интересно, что же сейчас делают наши коллеги в Симферополе, чем они занимаются? Я предлагаю узнать это у Артема Андроновского, который прямо сейчас вышел на улицы Крымской столицы. Здравствуй, Артем! Ну, Саля, Саша, чем я занимаюсь, ни для кого не секрет. Стараюсь просто изучить наш город, увидеть все его проблемы и даже плюсы, конечно же. И главное, об этом оперативно, максимально оперативно сообщить вам. Сейчас я нахожусь на улице Фурманово, что находится неподалеку от 51-й армии. И у меня к вам сходу сразу вопрос. Вот давайте только честно. Как вы считаете, 51-я армия это центр города? Возможно, немножко за городом, а возможно пригород. Потому что я хочу сказать, что судя по вот этой дороге, это ну не то чтобы город. Это, по всей видимости, другая планета. Я, конечно, сравнивал предыдущие ямы сегодня утром с поверхностью Луны. Но это я даже не знаю. Что, если честно? Это какая-то высохшее дно древней реки. Что-нибудь, как минимум, такое. Потому что, помимо того, что здесь огромное количество пыли, когда дует ветер, местные жители на это в первую очередь и жалуются. Так еще и проехать на автомобиле, я уже молчу про детские велосипеды и альтернативные виды транспорта, просто невозможно. Но самое интересное и самое удивительное ждет нас впереди. И вот пока мы идем, я вам предлагаю внимательно изучить эту улицу, что хочу напомнить, что эта улица, она является смежной с 51-й армией. И проехать сюда можно на автомобиле вот просто легко. И ты едешь по бетонированной, по асфальтированной части. И потом резко попадаешь просто в неизвестное состояние. Потому что кажется, что асфальт здесь когда-то был, теперь его не осталось совершенно. И, как видите, мы постепенно-постепенно приближаемся к самому интересному пункту. Это за асфальтированные участки домов местными жителями, которые создают еще большие препятствия для перемещения. Потому что, как видите, вот здесь автомобиль вообще приходится фактически наклоняться. Вот разница уровня дороги. Настолько все интересно получается. Конечно, эту ситуацию просто необходимо исправлять, потому что, помимо минимального дискомфорта, в плане того, чтобы добраться домой, да, с работы, особенно ночью, здесь можно буквально повредить автомобиль. Помимо этого, здесь просто небезопасно играть детям. Здесь небезопасно прогуливаться в свободное время. Потому что дорога вся пыльная, в огромном количестве мелких камней, гальки, щебени и прочего. Здесь даже полисадники покрыты вот этим тонким слоем пыли, который поднимается с дороги. Такого, конечно, быть не должно. И возникает разумный вопрос, чья это проблема. Чьи вопросы организации местных жителей, которые не собрались все вместе и не забетонировали дорогу. Или все-таки людей за это ответственных официально. И этот вопрос я хочу оставить открытым. Но мне все-таки есть что еще сказать. Пока я иду обратно, вот честно, смотрю на эти камни, смотрю на выбоины и просто удивляюсь. Хочу сказать, что в Симферополе сегодня, в связи с ремонтными работами, возможно, ожидается отключение света. Это будет в районе ЖД вокзала, поэтому, друзья, будьте готовы. Конечно, хотелось бы сказать, что сохранить электричество заранее, но этого не получится. Поэтому зарядите гаджеты. Это уже вы сделать можете. И перетерпите. Это будет недолго. Отключения должны быть кратковременными, насколько нам известно. Ну что же, я вот вам хочу показать еще раз напоследок, как эта улица вся выглядит со стороны. С какими интересными препятствиями приходится справляться. И повторюсь еще раз, что это даже нельзя назвать проезжей частью. Это скорее направление в другую сторону. Так что спасибо вам, коллеги. Буду на связи. Тем временем передаю вам слово. А сам в итоге подведусь и расскажу про то, как обстоят дела на асфальтированных дорогах Симферополя. Конечно же, во время последнего стрима поговорим про пробки. Спасибо. А тем временем в Херценессе открыли новые маршруты. И не просто маршруты, а ночные. Теперь можно посмотреть древний город в ночной подсветке. И это выглядит просто фантастически. Причем новые пути проложены через те, скажем, улицы, которые были описаны еще древними историками. Поэтому это такое полное погружение в историю. В полном смысле слова. Да, там можно будет пройтись по этим улицам, узнать, как же выглядели дома, здания в древности. А также можно будет посмотреть на стены, которые освещены подсветкой. Но и в целом стоит отметить, что эти улицы были долгое время закрыты, потому что там с 90-х годов вилась реконструкция. Сейчас наконец-то их удалось очистить, удалось привести в порядок. И поэтому новые экскурсионные маршруты разнообразят ваш досуг. Ну, так же, как и разнообразие маршрутов, теперь у нас есть разнообразие видов спорта. Один из них – йога. Здесь этим занимаются очень активно, причем с самого раннего утра. Подробнее об этом в сюжете Стефана Филатова. Йога – это древнее индийское искусство, которое позволяет практикующему обрести гармонию со своим внутренним «я» путем осмысления всего мира. Каждое утро на фестивале «Экстрим Крым» начинается с духовной практики. Несмотря на то, что сейчас солнце, погода может поменяться в любую минуту. Интересно, как дождь может сказаться на занятии. Гром, молнии и шквалистый ливень начались, едва собравшиеся успели начать тренировку. Многие думали, что занятия придется отменить, но уже через считанные минуты они забыли о дожде. После разминки внимание сосредоточилось на отработке асан – замысловатых поз индийского учения. Технику размеренного глубокого дыхания и элементы гимнастической йоги Алина осваивает уже 6 лет. На Черноморское побережье девушка приехала недавно. Признается, не ожидала, что попадет на групповые занятия по йоге. И тем более, что будет тренироваться буквально под проливным дождем. Сегодня такой классный экстрим, то есть ты сразу чувствуешь, что энергетика на тебя идет, прям ощущаешь. Для меня это круче, то есть ты преодолеваешь себя, вот, то есть сразу все эмоции, все органы чувств включаются. Йога – это комплексная практика. Она развивает людей всесторонне. В современном мире такие тренировки популярны даже как метод подавления стресса. Судя по тому, как прошло занятие, учение, которому уже более 5000 лет, действительно влияет на людей умиротворяюще. Первый раз в моей жизни, в моей практике такие условия. Вы сами можете увидеть, что все заливает, все мокро, зато не жарко. Необычные условия тренировки настолько понравились ученикам фестиваля, что по их просьбе инструктор решил продлить время занятия и показать ученикам еще больше асан. Единственное, что не удалось отработать – это упражнение в сидячем положении. Слишком мокро на площадке. Стефан Филатов, Иван Ковалев. Утро нового дня. Ну а прежде чем перейти к обзору переменчивой погоды, предлагаю возблагодарить наших партнеров, которые предоставили нам прекрасную мебель, на которой мы сидим. На которой очень удобно и комфортно себя чувствуем. И главное, что она очень вписывается в этот интерьер, мне кажется, и создает отличный антураж на фоне моря. Компания «Фавилос», спасибо вам. Ну а теперь к погоде. А теперь о погоде. КОНЕЦ 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 Ну и напомним также, что сегодня синоптики предупреждают. Ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду. В Симферополе температура воздуха поднимется днем до 26-28 градусов и также будет гроза и дождь. Поэтому выходите на улицу с дождевиками и зонтами. В Севастополе переменная облачность. Там тоже временами будет дождь, будет усиливаться ветер, но днем ожидается до 26 градусов тепла. А на южном берегу Крыма грозы, крупный град и ливни. Температура поднимется до 29 градусов тепла. В Керче переменная облачность, ветер днем 11 метров в секунду и также будет идти дождь. А температура воздуха составит 29 градусов выше нуля. Но я знаю тех героев, которые совершенно не боятся никакой непогоды. Ни дождь, ни гроза, ни град им не страшны. Что же это за герои такие, Саша? Это паркурщики. Я думаю, что расшифровать это слово поможет наш следующий гость, к которому я прямо сейчас и присоединюсь. Потому что это никак не связано с курами. Это связано в первую очередь со спортом. И об этом будет рассказано. Но спорт, я скажу сразу, экстремальный, очень опасный. Поэтому рекомендуем все-таки заниматься им только профессионалом. В гостях в студии Данил Куминов, который занимается паркуром и расскажет об этой дисциплине сложной нам буквально все. И к нему я сейчас и присоединюсь. Здравствуйте, Данил. Привет. Ну, первый вопрос у нас традиционный. Как началось новое утро вашего дня? Без комаров. Ну, это, конечно, важно. А зарядки, бодрости, как вы? Да, все хорошо. Ну, что, вчера у нас отборы были, которые я, к счастью, прошел. С этим, наверное, можно меня все-таки поздравить. Потому что уровень местных атлетов, он довольно приличный. Все парни из кожи вон лезли, лишь бы показать и проявить себя. Так что утро у меня было такое. С привкусом крепатуры и боли в мышцах. Понимаю вас. А откуда вы приехали к нам? Я из столицы Урала, из Екатеринбурга. Вот. Прекрасный город. Данил, расскажите, пожалуйста, далеко не все знают, что такое паркур. И как вообще ваш путь в эту дисциплину, так сказать, состоялся? Паркур – это такая дисциплина, в которой мы прокладываем путь из точки А в точку Б. Ну, используя различные преграды, различные препятствия. Как я в это пришел, ну, это на самом деле тоже такая душесчипательная история. Мы еще когда с Алабонами совсем были, и видели парней, которые занимаются паркуром, такие типа, а мы же не знали, что это такое. Типа, о, прикольно, а что это-то, типа, а можно так же? Ну, условно, там, дяде покажите. Вот и нам чуваки, которые постарше были, ну, показывали различные элементы. Потом мы передавали друг другу на болванках видосы различные, которые, как сейчас помню, смотрел на пентиумах, то есть это было очень давно. И по сей день как-то вот не угас этот огонек, можно так сказать. Ну, суммарно, сколько вы занимаетесь этим спортом? Ну, порядка десяти лет-то есть. А сколько вам? Мне 22 в этом году. Действительно, уже порядком. И какие у вас успехи в этой области? Ну, успехи. Ну, прежде всего, как я считаю, успех у меня в том, что я смог открыть секцию паркура. И еще больший успех в том, что она не загнулась со временем, и я не погряз в долгах. Это очень хорошо. Ну, я знаю, насколько я понимаю, что вот этот вид спорта, он еще несет какую-то социальную такую нагрузку определенную. Да. Могли бы об этом рассказать? Действительно, он несет, потому как парни, которые молодые совсем, смотрят на то, что делаем мы, они хотят так же и просто расшибаются. Что вы имеете в виду? Ну, берут, делают элементы без подготовки, без каких-то подводящих упражнений, без какой-то наработанной базы. То есть, ну, условно. Да, вот там пример приведу. С танцорами некоторыми работаю. Ну, ставим им именно акробатику. У них... Они кувыркаться еще не умеют, уже какие-то сальто хотят. Ну, что смеяться-то? Что вперед паровоза бежите, ребята, говорю? Не стоит. Это просто приводит к лишним. И травматизму. Тело не готово, мозг не готов. То есть, ну, не жди нормальных последствий от того, что ты берешь какую-то, да, деятельность, воборот, да, условно, и думаешь, и считаешь, что у тебя все и сразу быстро получится. Нет, так не бывает. Тут так же, как и в любом другом виде спорта, не важно, что это, бокс, рукопашный бой или футбол. То есть, насколько я понимаю, спорт довольно травматичный. Он травматичен точно так же, как и, наверное, езда на велосипеде. То есть, если у тебя головы на плечах нет, тебе и опасно, не знаю, на море выходить тоже опасно, если головы нет. Я с вами согласен. А вот, насколько я понимаю, травмы все-таки случаются. Бывает, есть ли жизнь после травм? Есть. Все зависит от того, что у тебя, ну, так скажем, на уме, да. То есть, есть ребята, которые после травм восстанавливаются и приходят даже, да, дальше профессионально занимаются. А есть те, кто на второй, третьей тренировочке ушиб себе колено и решил, что это не для него. То есть, тут все зависит персонально только от человека. Также могу сказать, что самые частые травмы – это, наверное, все-таки колени, коленостопы. Ну, позвоночник, наверное, тоже. То есть, уже руки как бы, ну, в последнюю очередь можно, наверное, все-таки повредить. То есть, ну, туда, куда нагрузка приходит в первую очередь. Это именно ноги. Данил, у нас, к сожалению, остается буквально 30 секунд. Прошу вас пожелать крымчанам и всем гостям фестиваля «Экстрим Крым» что-нибудь от души. Желаю. Даже не знаю, чего желаю. Добра в ваш дом, света и мира. Большое вам спасибо. А я напоминаю, в гостях студии Данил Куминов – паркурщик, и он рассказал об этом виде спорта, который очень довольно интересен. Ну, а мы двигаемся дальше. Далее Крым Онлайн, а я вернусь к своей с Ильей прямо сейчас. Спешка на дороге к хорошему не приводит. В Севастополе на выезде из Балаклавы столкнулись три автомобиля. По информации ГИБДД, в ДТП пострадал водитель одной из машин. В каком состоянии он находится, неизвестно. В социальных сетях крымчанин опубликовал запись с видеорегистратора. На кадрах Симферополь, а точнее улица Беспалова. В районе 158-го дома появился лежачий полицейский. Однако, по словам автора, знаки об ограничениях на месте отсутствуют. Как быть водителем, которые не успели вовремя сбросить скорость? На людей посмотреть и себя показать. В столице Крыма, в районе Центрального рынка, пешеход решил прогуляться прямо по проезжей части. Бесстрашного мужчину засняли из окна троллейбуса. Только представьте, как удивились водители автомобилей, движущихся ему навстречу. Ужасы судакской поликлиники. Именно так назвал эти кадры автор ролика. Разбитый кафель, обшарпанные стены и сломанные кресла в коридоре. Хочется верить, что отсутствие комфорта не влияет на лечение пациентов. Однако, комментаторы в социальных сетях уже успели оставить отзывы. И среди них нет ни одного положительного. Сбудоражил общественность и этот ролик, тоже снятый в Судаке. По словам очевидцев, несколько мужчин вымогали деньги у туристов за фото с экзотическими животными. Когда те отказались платить, предприниматели толпой набросились на отдыхающих и начали их избивать. Комментаторы пишут, что этот случай не единичный. Этими снимками поделился автотурист. Мужчина предостерегает всех, кто собирается ехать в горы на машине. Он предполагает, что эти шипы в земле оставляют лесники. Осторожными стоит быть и пешим путником. Такой арматурой можно пробить не только шины, но и ногу. Этот ролик в социальной сети выложил очевидец из Евпатории. Накануне на город-курорт обрушился град с дождем. Непогода застала отдыхающих прямо на пляже и заставила спасаться бегством. Закат в Ленинском районе. Обратите внимание на людей, которые любуются красотой пейзажа прямо со скал. Как круто от этого просто сносит голову, пишут комментаторы. Действительно, на их месте сейчас хотелось бы оказаться многим. А на этом видео фантастический малиновый рассвет. Море, птицы и солнце, прорезающиеся сквозь облака. Если бы гармонию можно было описать одним словом, то эти кадры подошли бы идеально. Салит, скажи, тебе приходилось жаловаться на что-нибудь на время отдыха? Во время отдыха не приходилось жаловаться, но иногда сталкивалась с чем-то неприятным, но сдерживаю это чаще всего в себе. Наверное, это даже плохо. Министерство курортов и туризма опубликовало перечень наиболее распространенных жалоб. Туристов, да? Жалоб туристов на нас, крымчан. И как ты думаешь, на что же они жалуются? Ну, я думаю, что на сервис, на обслуживание, скорее всего. Раз. Да, на культуру, но это одно и то же. Ну, на что еще могут жаловаться? На состояние пляжей. А чем им наши пляжи не нравятся? Ну, видимо, здесь пляж-то прекрасный. А где-то, видимо, не так чисто, поэтому и жалуются. Ну, да, вот где-то, может, пирсы можно было привести в порядок. Этикой и обслуживание. В общем-то, основные жалобы. А все остальное, видимо, людям нравится. Ну, и, конечно, как же не нравится, когда такое солнце, такое море. И такие прекрасные фрукты. Ты знаешь, Саш, вот то место, где мы сейчас живем, что меня удивляет, что, уходя оттуда, мы даже не закрываем дверь. Там этого не надо. Там такое доверие. И нам говорят, не бойтесь, у вас никто ничего не украдут. И это правда. Оставляем всю технику в номере. Двери на распашку. Там гуляет ветер, и при этом никто не заходит. Приглашаем всех в Оленевку на фестиваль «Экстрим Крым», который, кстати говоря, завтра подходит к своему логическому завершению. И будет грандиозный концерт, на котором непременно нужно побывать. Но это будет завтра. А что сегодня и что происходит на улицах Симферополя, я думаю, сейчас расскажет нам наш коллега Артем Андроновский. Артем, привет. Да, коллеги, вот не знаю уже, этот вопрос дождем, как его решить. Я вам уже пообещал, что будет капать, будет лить, а на самом деле вот сейчас смотрю на небо, ну не знаю, не знаю. Постепенно солнышко пробивается в скотч облака, но, опять же, зарегаться не буду совершенно, потому что еще обещают синоптики, что в год до шести вечера будет капать, будет, будет лить. Ну, ничего, мы с ним справимся, как известно, важнее всего погода в доме, так что все остальное мы с помощью зонта решим играючи. Ну, а сейчас я не просто так нахожусь возле автовокзала, главной автобусной и транспортной развязки столицы. А почему? Потому что хочу поговорить с вами о пробках. И вот здесь уже, поверьте, символизм двойной. Пробок-то нет. Ну, как нет? Я проверял карты тщательно, мы на автомобиле изъездили весь город. Их нет, только, вот, единственными исключениями являются улица Севастопольская. И проспект Кирова. Там, конечно, автомобили образовали небольшую тянучку, такой небольшой затор, да? Тяжело двигаться, но в целом, вот вы представляете, я сейчас стою на автовокзале, ну, давайте посмотрим вместе, что у меня с спиной. Пусто. Пусто совершенно, никого нет. А все почему? Потому что все уехали на моря. И уехали, по всей видимости, кто-то вот на автобусе, что по правой руке, а кто-то на автомобиле. Поэтому я полагаю, что все пробки переместились напротив, на трассы, за город. Возможно, даже объездная немножечко помедленнее стала двигаться. У нас на то сам город. Пожалуйста, вот, при вас считаю, 4 автомобиля на светофоре. Разве такое вообще, возможно, представишь в любое другое время? И, конечно, правильно, что сейчас все берут отпуска, отдыхают. Хотя я вот слышал, что, например, на Экстрим Креме без утреннего лимня все-таки не обошлось. Но ничего, даже плохая погода, да какая плохая, не бывает плохой погоды, бывает не совсем подходящая, да? Не стала помехой для хорошего и качественного отдыха. Но за то, чего в автовокзале не изменилось, так это автомобили, которые паркуются. Вот сейчас давайте посмотрим вместе с вами по мою левую руку. Ну, вот, видите, паркуется в два ряда, потому что парковочных мест не так много. Ну, а встать, сходить в аптеку или, я не знаю, сходить в магазин за продуктами, в конце концов, нужно всем. Вот и происходит такое не совсем законное, не совсем по правилам, скажем так, дорожная ситуация. Ну, ничего, это легко поправить, на самом деле, просто уехав на пару километров вперед и припарковаться там. Но я понимаю, что это далеко не всем удобно. Как решать этот вопрос, друзья, давайте думать вместе. Поэтому я напоминаю, что если у вас есть какие-то идеи или какие-то проблемы вас беспокоят, какая-то ситуация произошла, вы всегда можете написать нам во всех социальных сетях. Мы это обязательно постараемся осветить. Вот я приеду, посмотрю, расскажу вам, что и как там происходит. Ну, а главное, что постараемся подумать все вместе, вот, всем давайте нашим прекрасным полуостровам, как такие вопросы исправлять. Потому что, как мы можем с вами видеть, самостоятельно они никуда не уходят, а значит, вся ситуация только в наших с вами руках. Ну, а по поводу поезда хочу сказать, что совсем недавно был на Большом каньоне. И был просто поражен величием дикой природы полуострова. Поэтому совсем неудивительно, что сейчас люди повыезжали куда-то на море, возможно, в леса, в горы. Потому что, поверьте, есть на что посмотреть. Так что, коллеги, передаю вам слово. Обязательно включайте, показывайте мой сюжет. И давайте расскажем всем крымчанам, что в Крыму настолько замечательно, есть такое большое количество интересных мест, что просто нельзя их не посещать. Салия, скажи, ты веришь в магию? В магию? Немножко, наверное, как все девушки, конечно же, верю. Верю, что можно предсказывать в будущее. Но верю в то, что это больше психология. А я тоже верю в магию, в магию телевидения. Потому что только с помощью этого колдовства можно перенестись из Оленивки в Симферополь, потом снова в Оленивку, а потом в Большой каньон Крыма. И, кстати, все с тем же Артема Мандроновского. И даже для этого не нужен телепорт. Абсолютно не нужен. Хватает и одного телевидения. Итак, сюжет о том, как же интересно в Большом каньоне Крыма. Артем Мандроновский про это расскажет. Среди массива Крымских гор спряталось одно из природных чудес полуострова. Большой каньон. Длиной в 3,5 километра и глубиной в 320 метров. Мы приехали сюда специально, чтобы изучить его вдоль, поперек и даже вглубь. Пройдемте, здесь есть на что посмотреть. В русле каньона протекает множество мощных и стремительных горных потоков. Самые крупные из них – Аузун-Узень и Сары-Узень. Впоследствии образуют единую реку, как Коска. Средняя температура воды за год плюс 11 градусов по Цельсию. И действительно, вода прохладная. Но подходящие для купания природные ванны находятся почти на 2 километра дальше. В этом месте природа и цивилизация умело переплетены заботливыми руками местных мастеров. Если естественное препятствие окажется вам непреодолимым, скажем, как эта река, то на помощь приходит вот такой мост. Очень удобно. А сразу за ним стоянка. Хочу отметить сурной и картой местности с обозначенными ориентирами. Геоморфологическая история этого ландшафтного украшения по-настоящему древняя. Миллионы лет назад на дне великого моря Тетис здесь буквально веками скапливались остатки живых организмов. Впоследствии сверху утрамбовалась глина, а еще позже известняки. И только потом, с постепенным подъемом полуострова на поверхность, за дело взялись потоки могучих рек, вымывая породу слой за слоем. Дорога устремляется вверх по бревнышкам ступеням, установленным местными егерями. Река на время пропадает из виду, но сквозь деревья все еще доносится шум бьющейся о камни воды. Не стоит забывать, это хоть и небольшой, но все же поход. И подъем не всегда можно назвать комфортным и прогулочным. Поэтому на этот случай обязательно берем с собой воду. Сейчас бы только присесть и побью. Нашлась тут высота и для любителей экстрима. Над ущельем протянут вот такой веревочный мост. Правда, сейчас проход закрыт. Наверное, оно и к лучшему. А нам вниз к нашей заветной цели. Спускаясь по ущелью, действительно холодный горный поток образует местную достопримечательность. Так называемое Голубое озеро. Вода здесь тоже приблизительно 11 градусов. А самое главное, что она настолько чистая, что в ней даже водится форель. Правда, небольшая. Рыба живет еще в нескольких небольших бассейнах вдоль течения реки. Желания порыбачить не возникает вовсе. В этом затерянном среди горного ландшафта мире хочется оставить все, как есть. Иногда чудеса крымской природы настолько захватывают дух, что просто не хочется ничего говорить. Никогда не ленитесь изучать родной край. Артем Андроновский, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Вот и пролетели эти два часа. Утро закончилось, но мы не советуем вам переключаться, потому что впереди еще много интересной, актуальной информации. И этот день мы предлагаем провести вместе с нами. С первым Крымским и Крым-24. Но, по-другому, мы не прощаемся. Увидимся с вами завтра с 9 до 11 часов. Первый Крымский, Крым-24. С вами был Александр Ткачев и Салия Салямова. Саша, ну что, самое время бежать на море? Самое время бежать на море. Крым-24. Крым-24. Крым-24.